Солнце скрылось в облачках, появился я в очках. Добрый день, детишки. Снова перловка, на этот раз лесная, потому что лето, устал я, знаете, дома сидеть. И вам тоже советую особо там не засиживаться, нет там ничего интересного. А вот здесь, смотрите, какая прелесть. В этот раз я решил сделать выборку чуть-чуть посмешнее по своим меркам. Посмотрим, что получилось, потому что перлов на самом деле полно. Ну, серьезно, просто заходишь в какую-нибудь группу, которая занимается не генерированием, а сборкой вот этих вот самых перлов. Или еще там куда-нибудь на какой-то сайт, и просто черпаешь, черпаешь. Гарри Поттер, наверное, в плане фанфиков, это самая такая обфанфиченная по самой помидоре, ребят, вселенная, серьезно. Ни одна, даже гораздо более популярная вселенная, например, да вот те же самые там, не знаю, древние свитки, масс-эффект. И я бы не сказал, что она прям сильно более популярная, но все равно они такого вот почему-то не удостоены. А Гарри Поттер удостоен. Ну, что-то, видимо, в этом есть. Стоп, 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 ладно, все, хорошо, я заболтался. Хватит тянуть уже соуза Хогвартс, давайте приступим, посмотрим, что это тут припас. Начнем с легкого. Не пари чушь, Невилл, это незаконно. Вот, хотел бы я, чтобы на Ютубе был такой закон, чтобы пороть чушь было незаконно. Тогда бы, наверное, вся самая такая популярная блогерская верхушка стала бы тут же вне закона. Хотя, знаете, по мнению некоторых, я бы тоже стал бы вне закона. Мама-мама-криминал. Вбежав в спальню Гермиона, увидев ее... Так, еще раз. Вбежав в спальню Гермиона, увидев ее с кровати, срыгнули полуголые Рону Лаванда. Да ладно, не такая уж Гермиона и противная, чтобы при виде ее срыгивать. Ну, была, по крайней мере. И то, что с ней, конечно, стало сейчас, да, я бы, наверное, тоже срыгнул. Ну, вы и в курсе, про что. И она ведь теперь стала, ну... Редгардам. Кое-что мистер Кэт был прав, стоит признать. Редгардцы повсюду. Игнорировать это не стоит. Ладушки. Ах ты, фрэкенбич! Матершина в фанфиках, ребят, это отдельный вид искусства. А вот это вот, это нечто среднее между фрэкенбок и факенбич, да? Лучше уж, наверное, по-русски. Вот, например... Ах ты, му... Вот. Наверное, я это запикаю. О, а тут целый абзац перформанса. Белатрикс сказала это, и тут жи... Жи... Есть. Полезла в декольте, дабы глотнуть очередную порцию омолаживающего зелья. Благодаря ему, ей удавалось выглядеть не на свой возраст, а на 35 лет. А сколько же ей тогда лет? Но Белла глотнула слишком много. И тут случилось ужасное. На том месте, где стояла самая преданная служанка темного лорда, вдруг раздался громкий писк, и появился младенец. Неплохо. На полу визжала маленькая Беллатрикс Лестринш. Почему не пишут Беллатрикс? Беллатрис же, ну... Рядом удивленно бегала змея. Водкоморда. Это не опечатка. Это не может быть опечаткой. Это наверняка так написано специально. Змея водкоморда. Это, опять же, нечто среднее между водкой и мордой, что ли? По имени Ногини. Ну, хоть не водка Ногини, даже не знаю. Она тут же... Она тоже сильно удивилась, но не подавала виду. Интересно, как бы она его подала? Они даже моргать не умеют. У них нет зрячков, кстати, по-моему. Если не ошибаюсь. Все присутствующие замерли и смотрели друг на друга. Понимаю. Как вдруг... Обычно этим сопровождается нечто потрясающее. Как вдруг снова раздавался хлопок абортации. Это какое-то абортивное заклинание, что ли? Наверняка четвертое запрещенное заклинание, да? И в зловещем помещении во всем своем розово-волосом великолепии появилась Нимфодора Тонгс. Нормально. В одной руке у нее был хвост. Чей? А в другой лорд велоспорт. Это что же за юморист, то фанфик писал? Вид у томного лорда... Ну, теперь понятно, что он постоянно в этих участвует. В пэрингах или как они там называются. Он, оказывается, томный лорд-то. Пошел нахер, комарно, серьезно. Настырный, как я не знаю кто. Вид у томного лорда был слегка придушенный, вот как у этого комара. Ну, после такого, не сомневаюсь, да. Он покорно весел. Весел. Весел, наверное, да. В сильных руках метилморфини. Это что-то новое из таблицы Менделеева, да? Это помнится, он во сне ее увидел, проснулся и нацарапал на обои. Потом снова лег спать, вот, выпив при этом стопарь с кумой. А потом проснулся и еще вот дорисовал вот это вот метилметаморф или как это называется, да? Метилметаморфин, извините. Новый наркотик прям, блин. В другой руке Тонгс держала хвоста. По-моему, это уже где-то было, да? Держала хвоста и обращалась к нему с речью. Питер, ты старый друг моего люпина. Интересно. Я не старый. Кокетливо пискнул Питер. Учитывая, как он кокетливо пискнул в моем исполнении, он не просто Питер, он полный Питер. Ну да ладно. Ты должен поговорить с Рэмом и убедить его, что он должен на мне жениться. Потому что уже скоро я рожу ему. Много разноцветных волчат. Да. Интересно. Какой кошмар! Запищал Питер, говорю, и упал на пол. Рядом с Белотрикс. Теперь она уже Белотрикс. Как эту книковерку, бедолагу. Та тут же схватила его и стала грызть беззубыми челюстями. А. То есть, а я сначала думал, что это Белотриса превратилась в Тонгс. Так вот. Помогите! Не человеческим, а правильно, он был в роли крысы, голосом взвыл Петтигрю. Мне сейчас тоже хочется взвыть, помогите. Тут иногда люди ходят, может кто-нибудь и поможет. И Тонгс провозгласил, а сейчас состоится запретный ритуал. Наверное, по сравнению с которым ритуал плоть, кость и кровь. Это так. Игры в песочнице. И она маниакально захохотала. Вы ее случайно с Белотрисой не перепутали там, нет? В результате этого ритуала мой брат Срака. Срака. Ее брат Срака. Это многое объясняет. Станет вновь живым. А я сделаю из темной леди, убью волкоморды и стану править миром. А еще спрашивают, почему я не люблю фанфики. Вот поэтому. Муха-ха-ха. А, нет, простите. Муа-ха-ха-ха. Обычно все пишут муха-ха-ха. Не знаю, какая-то любовь к мухам. А тут муа. Французы. Жабоеды. Картавые. Так вот. И сразу же раздался голос Петти Грю. Моя темная повелительница. Восторженно пискнул он. Я готов слушать тебя. Вот такие дела. Ну да ладно. А сейчас вас ждут, знаете ли, потрясающие эротические экзерсисы. Не знаете, что это такое? Сейчас узнаете. Сейчас узнаете. Она снова глубоко и прерывисто дышит. Потому что мужчина упивается ее шеей. Сцеловывая бисеринки пота. Что выступили на ее нежной коже. Причем кожа написана с ошибкой. Написано жоки. Я просто знаю. Ну то есть, хотя кто знает, может речь о жопе шла. Оно технически как бы не вписывается. Но мало ли, всякое бывает. Я бы вполне написал с жопе. Ну а теперь вы, по крайней мере, поняли, о чем я говорил. Про экзерсисы. Вводя всех в стадию полного охренения, Рон замурлыкал. Ну да, я бы тоже охренел от такого. Ему бы стоило проделать такой прием во время битвы за Хогвартс. Вот тогда бы все охренели. Включая пожирателей смерти. Да, и тогда бы с ними было бы легче справиться. Зря он затаил этот спецприем. Так. Гарри собрал в кулак все гриффиндорское мужество. И спустился в подземелье. Да, что-то маловато у гриффиндорцев мужество, если его все можно собрать в кулак подростка. Вот, похоже, возможности гриффиндорцев малость преувеличены. Понимаете, как хотите. Такое вот двойное дно. Так, а вот теперь вашему вниманию представляется замечательный диалог. Угу. Дверь открыла Питунья Дурсль. Давай входи, мы тебя заждались. Здравствуйте. Снэйп деликатно показался позади Гарри Поттера. Гарри, это кто? Северус Снэйп. Питунья Дурсль, зачем вы явились сюда? Я предложил Гарри провести летние каникулы у меня. Мне надо с ним позаниматься. Но он нужен нам. Кто нам будет готовить завтрак каждое утро? Поттер создан для более интересных дел, чем приготовление завтрака маглам. А сейчас вы пропустите меня и мистера Поттера в дом. Я помогу собрать ему вещи. Но ведь я еще не разрешила. Мне все равно. Отойдите. Я все понял. Просто Северусу Снэйпу тоже нужен человек, который каждый день готовил бы ему завтрак. И на эту роль вполне подходит Поттер. Хотя, насколько мне известно, здесь подразумевалось под занятиями именно что занятие по защите от темных сил. Ну, господи, боже мой, давайте будем честны. Вы же ведь об этом даже не подумали. Ну, правда. О чем и речь. Это прекрасно. На самом деле, даже я бы, наверное, не отказался от подобного, если бы мне каждый день кто-то готовил завтрак. Да? Даже если бы это был очкарик с буквой Г на лбу. По-моему, говорят, что такое уже изобрели. Это изобретение называется «женщина». Надо попробовать, что ли, не знаю. «Приступ смеха у Гарри надолго приклеил его к скамье». Главное, чтобы сейчас меня приступ смеха не приклеил к бревну. Но, я так понимаю, вот это вот, и это как раз таки называется, сподливый, да? Поржал сподливый. У драков всегда замерзали запястья ног. А нефиг было отращивать. Тоже мне понаучить своей магии, а потом отращивать себе запястья на ногах. Да. Думаете, научились колдовать и все, что ли? Можно над, не знаю, над природой надругаться, над ее устоями? О! Название фанфика «Оттуда не возвращается». Голова первая. Возвращение. По-моему, как раз таки фикеры, фанфикеры по Гарри Поттеру отличаются самым выпиющим непостоянством. И вот это вот замечательное тому подтверждение. Ну, в принципе, жанр фанфиков этим пестрит. Чего уж там. Мэри Джейн. Да, слушайте, Мэри Джейн. Уотсон, что ли? Мэри Джейн. Нашла Скорпиуса за школьным углом. Посиневший парень. Словно парором. Что такое парором? Может, парорам? Ну, ладно, посиневший парень. Дымил явый красный. А че не кэмелом, который камелью называли по незнанию? Под его ногами земля была усыпана бычками, окурками и чинариками. Ммм, кстати. Ведь сюда бегал курить чуть ли не весь Хогвартс. О, да, что-то я... Чего-то я, видимо, не знаю о жизни Хогвартса. Это, во-первых. Во-вторых, этот отрывок можно использовать, наоборот, как показательный пример того, как можно неплохо обращаться с русским языком. Правда, немножечко неуместно. Потому что бычки, окурки и чинарики – это синонимы. Это то же самое, что сказать «у меня есть пистолет, ствол и пушка». Ну, как бы можно, но выглядеть это будет так себе. Вот. А в целом, опять же, проследите тенденцию. Они взяли Скорпиуса, самого нормального, блин, персонажа из этой долбанной пьесы, и превратили его в какого-то синяка-наркомана, который затягивается явой. Да. Типичный Хогвартс. Ну, хорошо, что его никто не поджег. В прошлых выпусках и такое бывало, знаете. Да. Снэйп не верил ушам, слушая, как Гарри, который выжил… Интересная формулировка, да? Новый титул. Гарри, который выжил. Просит поцеловать его. Украинец, что ли, писал? Ну, ладно. В гуэб. В гуэб. Потрясающая опечатка. Я понимаю, Снэйп. Эти подростки вообще распустились. Один за пятен на ногах отращивает, другой – гуэб. И просит туда поцеловать. Что творится в этом Хогварте? Дамблдор сидел в луже подозрительного цвета. Она была желтой. И от нее пахла… Успокойтесь, лимонами. Лимонами от нее пахло. Темный лорд ненавидел Дамблдора. Но даже от такого зрелища он не выдержал и зарыдал. Не часто встречаются ситуации, когда я жалел бы Тома Реддла. Это одна из них. Так и хочется зарыдать с ним синхронно, знаете. И вообще, должен сказать, что как бы мне не было жаль, в принципе, Дамблдора, на моменте с его смертью я рыдал. Но хорошо, что он помер и не дожил до такого вот маразма, когда ему приходилось сидеть в желтой луже. И пусть даже пахнет она лимонами. «Позор своего великолепного рода! Ты не достоин быть сыном моей правой руки!» – кричал Волдеморт на весь зал. О! Ага! Видали, да? А вы говорите, надеюсь, я бабу, надеюсь, я бабу уже достали меня это писать-то. Ну, зачем мне баба, если вот даже Темный Лорд, уж с кого-то можно наверняка брать пример, да, если даже Темный Лорд, живет с правой рукой, нормально. И, судя по всему, мне осталось только выучить несколько темных заклинаний, и я смогу даже иметь наследника от своей правой руки. Ну, раз Волдеморт смог. Чем я хуже, в конце концов? Надо только побриться на лыс и чем-нибудь с носом сделать. Угу. Так. «Мои волосы имеют цвет серебра и несколько прядок черного, так сочетаемый с моими глазами, желто-зеленого цвета». Эээ, я плохо понимаю в палитре. И вообще, как по мне, мир состоит из двух цветов – черный и серый. Но, по-моему, даже для понимающих это перебор. Хотя чем-то напоминает гейский флаг или американский, не помню. Хотя какая теперь уж нафиг разница, правильно? Вот, они уже и сами, наверное, не помнят. Глаза Драко были готовы выпрыгнуть и прикончить пивзы. Нет, ну а что делать? В прошлом, в одном из прошлых выпусков Гарри выбросил свои глаза в запретный лес. Получается, он в данной ситуации безоружен. Ну, приходится Драко за всех отдуваться. Знаете, я прихожу к мысли, что глаза в Патериане – это некий такой магический прибор, который будет помощнее всяких там, не знаю, Ридикулус или что там они. Ступифаем били всех подряд там, да, остолбеней. Возможно, даже наравне с Авадой Кедаврой. Три девочки стояли между платформой 9 и 10 и долго врубались. Где платформа 93,4? Ну, вот так всегда бывают детишки. Одна маленькая запятая не там, и вот получается полтора землекопа. А что касается трех бедных девочек, трех девиц, так сказать, под окном, да, под платформой, то можно, наверное, сказать, чтобы они сразу шли домой, потому что они до отправления в Хогварт-экспресс уже не успеют протопать еще 80 платформ минимум. Юбка, джинсы, лифчик, трусики, трусы. Приятное чувство покатилось по всему телу. А, вау. Во-первых, трусики и трусы. Я чего-то не знаю в школьной форме. Во-вторых, предложение составлено как-то непонятно. То есть, это вот эти все предметы гардероба покатились по всему делу вместе с приятным чувством, или как? Оставлю-то на ваше усмотрение. Пишите. Может, вам открыто больше, чем мне. Может, у вас третий глаз, я даже не знаю. Потому что я иногда чувствую себя идиотом, когда все это читаю. Ладно, чего уж там, я всегда чувствую себя идиотом, когда вот это вот читаю. Северус поплыл к берегу. Он упорно греб руками, ногами, головой. Но берег не приближался ни на йоту. Чапаев, блин. Хотя, примерно я вот так же учился плавать. Да и продолжаю. Примерно в том же стиле плавать, да. Руками, ногами, головой. А берег так и не приближается. Вот. О, а сейчас вы увидите нечто потрясающее. Гарри прыгал по ромашковому полю. Прыг-скок. Прыг-скок. Над его головой было розовое небо. А по нему плыли зеленые слоники. Но Гарри не останавливался, чтобы посмотреть на слоников. А упорно прыгал дальше. Прыг-скок. Прыг-скок. Ему было весело, и он решил допрыгать до конца поля. Но оно, как назло, все не заканчивалось. И не заканчивалось. Гарри злился, но все равно продолжал прыгать дальше. Прыг-скок. Прыг-скок. Наконец впереди показалась вода. Приятно мутно-зеленого оттенка. Хо-хо. Гарри прыгнул прямо в воду и начал жадно пить. Ах. Ему хотелось выпить всю воду, чтобы посмотреть, лопнет он или нет. Он пил и пил, и пил, пока не почувствовал себя воздушным шариком и не взлетел в воздух. И тут он увидел зеленых слоников. Гарри помахал руками, словно птичка. Подлетел к ближайшему слонику, обнял его и сказал. Давай поиграем, зеленый слоник. Слоник помолчал, а потом ответил голосом профессора Снэппа. Поттер, слезьте с меня немедленно. На самом деле написано, правда, забавно. Выбивается из стилистики романа, безусловно, но весьма забавно. Под это так и хочется впустить саундтрек. Типа, у нас было три пакетика травы, там, пятьсот таблеток ЛСД. Ну, вы поняли, да? И вообще, честно говоря, я думаю, что закончится сие не фразой Снэппа, немедленно слезьте, а криком типа «Начальник, он обосрался!» Вот. Но если вы думаете, что это все, то нет. Вот вам еще одна вечеринка в дурдоме. Северус, ты не представишь меня своей даме? Мы и так знакомы, смело ответила Гриффиндорка, прежде чем поняла, с кем имеет дело. Да, мой лорд, поклонился Северус Снэпп. Это мисс Гермиона Грэнджа, грязнокровка из Гриффиндора. Ваша преданная поклонница и наш новый член. Отлично! Еще более зловеще пришептал лорд, наводя на нее свои глаза красный, как лазирный прицел. Шикарное сравнение в Патриане ощеплено. Позволь похатить твою даму. Северкус! Отличные опечатки. Но Северкус-то... Ой, где ты? Черт, летающий. Северкус-то еще ладно. Но вот похатить, это нечто среднее между похитить и... И словом похоть. Мне это нравится. Я запомню. Тогда пора собираться. Сегодня я представлю вас повелителю, как свою даму. Придется пройти проверку под сывороткой правды. Это ничего, сказала Гермиона. Я умел варить антидот к ней еще на первом курсе. Я же самая умная школьница в мире. Ничего себе! Это заявление. Ладно в Хогвартсе, но в мире. Хуху, не хохо, так и хочется сказать, нет? Дайте списать рецепт, мисс Гре. Снэй попомнился, поняв, что восхищенно упал на колени перед прекрасной Гриффиндоркой. Господи, боже мой. И строго скрючив правый глаз, скрючив правый глаз, посмотрел на нее, облив холодным презрительным взглядом. Собирайтесь, даем на это три часа. Кстати, Снэйп, я смотрю, отлично разбирается в женщинах. Три часа на сборы, это про них. И на все на это смотрят, как я понимаю, десятки пожирателей и Волдеморт. Штирлиц еще никогда не был так близко к провалу. Ну да ладно. В животе еда начала свой ритуальный танец. О, жиза, ребят, жиза. Я даже знаю, как называется этот ритуальный танец. Танец Ронахского гуся. Мы ей каждый раз его танцуем, прежде чем начинать настраивать сборку на Скайрим. Волшебная палочка у меня была из Оливандера, задумчиво сказал Гарри. Я думал из Астралиста и из Пермон Феникса внутри. Интересно, Оливандер выступает как древесина или как сердцевина? Джинни не теряет самообладание. О смущении ей кажется и вовсе неведомо. Не снимая стропон... Нет, ну да, да, неведомо. Не снимая стропон, Гарри замечает, что он ярко-красного гриффиндорского цвета. Это важно. Она подходит к камину вплотную и спокойно произносит прямо в лицо Перси. Имей в виду, братец, если ты проболтаешься хоть кому-нибудь о том, что ты здесь видел, наша мама узнает, как на прошлой неделе ты... дрочил в котелок для кипячения молока. Уебанская какая-то семейка, а вот раньше я ее уважал. Но, по крайней мере, я, кажется, понял, кто точно не подошел бы на роль древесины для Гарри. Уж эта баба явно не бревнула, если понимаете о чем я. А вы понимаете. Да. Рон жевал что-то, одновременно думая о девочках. Это вполне в его, кстати, духе. Вот. Подумав о Гермионе, он решительно выплюнул свой завтрак. Встал и ушел. Это уже, заметьте, второй случай, когда появление Гермиона заставляет кого-то рыгать, болевать, и Катя осталась только, чтобы кто-то еще продрестался. Выйдя из кабинета Северуса, Драка решил отправиться в гостиную. Скорее всего, Гарри уже там, и его успокаивают пенсии. Директор-придурок. Портрет тут же отъехал в сторону, и мальчик ввалился вовнутрь. И здесь дело совсем не в том, что они там решили в тройничок устроить пенсию, а в пароле. Директор-придурок. Я так и представляю, как по аналогии у тех же гриффиндорцев пароль на вход в гостиную что-то типа «Слезеринцев вертел на Юле», а загадка для входа в гостиную «Коктеврана» та самая про два стула. Ну, вы знаете ее, это те самые стулья. На один из них еще Волдеморт присел в конце романа. «Мои яйца!» – закричал Драка, закрывая свои дорогие яйца ногой. «Чего вы охмыляетесь? Вы в магазине давно были? Знаете, какие сейчас яйца дорогие? Вот сходите и проверьте. Драку все правильно делает. Не вам его осуждать, маглы. Поттер и ухом не моргнул. Да, и глазом не повел. А знаете, чем он еще не моргнул? Запястьем на ноге. А? А? Как шутка? Знаю, говно. «Лимонные ягодицы», – сказал директор, и Гаргулья отъехал, освобождая проход на лестницу. А я-то думал, что насчет пароля про два стула пошутил, а теперь боюсь даже представить, что там нужно пощекотать, какую часть тела и у какого портрета для того, чтобы открыть проход на кухню. Гарри чувствовал, как в голове хрустят мысли, понемногу проворачивая мозги. Вот что бывает, когда головные шестеренки не смазывать, а самое главное – нужно смазывать ушную ось. Это та самая железная ось, которая скрепляет уши, чтобы они не отвалились. У женщин это называется межушной гангли, а у мужчин – ушная ось. Вот ее надо время от времени смазывать, тогда мозги не будут хрустеть и проворачиваться. О, прекрасные опечатки. Гарри смотрел на него сквозь слезы и тряс голой во, но на нем лежала ответственность с большой буквы, как имя. Возможно, это девочка по кликухе ответственность, которая лежала на Гарри, да? И он пошел сражаться с Вольдемортом. Продолжаем насиловать русский язык. Ну, зато прикольно, что-то. Но все-таки Северус был в образе и почувствовал себя виноватым, как описавшийся пудель. Вот. А вы говорите, что мои ролики из рубрики «Перловка» бессмысленны и ничему не учат людей. Учат. Мы теперь знаем, как себя чувствует описавшийся пудель, как Снейп, вошедший в образ. Запомните, пригодится в жизни. Ну, и под конец, так сказать, ребят, на Хогвардс наступил август. Вот так вот наступил, видимо. Вот. Просто и со вкусом наступил и раздавил, видимо, в лепешку. Остались лишь сухие листья и меланхолия. Или меланхолия, как правильно. Вот. И, ребят, пока август не наступил еще и на Пензу, и конкретно на этот лес, поехал я домой. Вот. Смазывать свой... Свою межушную ось, чего, собственно говоря, и вам желаю. Спокойной ночи, Маглы. Ой. Ох. Метки колотить. Все, что можно было отсидеть, отсидел. Ой. А вы, ребята, оцените, пожалуйста, мои страдания. Подписывайтесь, ставьте лайки, делайте репосты. Обычно я этого не говорю. Видимо, свежий воздух на меня так плохо действует. Пора валить, пока не стало хуже. Субтитры сделал DimaTorzok